Глава третья. Царь умер. Да здравствует царь! Давид и Авенир. Авенер. Все известные нам еврейские источники сообщают, что причиной ссоры между Иевосфеем и Авенером стала наложница покойного Саула Рицпа, женщина поистине удивительная, с самоотверженностью которой нам еще предстоит встретиться на страницах этой книги. Цитата. «А у Шаула была наложница по имени Рицпа, дочь Айи, и сказал Ижбошет Авниру, «Зачем вошел ты к наложнице отца моего?» Вторая книга Самуила, 3, 7. Это, видимо, был первый случай, когда безвольный и трусливый Иевосфей открыто возмутился действиями Авенира, игравшего при его дворе роль и пример министра и министра обороны. Дело в том, что, согласно принятым на Ближнем Востоке обычаям, гарем умершего царя отходил к его преемнику, то есть тот, кто пользовался гаремом царя, его женщинами и считался законным его наследником. Далее нам еще придется столкнуться с тем, как пытались использовать этот обычай в свою пользу сыновья Давида, так что гнев Иевосфея понятен. Войдя, в кавычках, к наложнице Саула, объявив ее своей женой или наложницей, Авенир как бы заявил и о своих претензиях на трон, о своем намерении низвергнуть Иевосфея, именно так трактуют поступок Авенира абсолютно все комментаторы и исследователи. Однако, если это действительно было так, то Авенир не остановился бы только на овладении наложницей Саула, а стал бы предпринимать и другие шаги по захвату власти. В сущности, если учитывать расстановку сил при дворе Иевосфея, устроить дворцовый переворот не составило бы для Авенира особого труда. Но ведь дальнейшие события разворачиваются совсем по-другому. Цитата. И сильно вспылил Авенир из-за слов Ишбошета и сказал, «Разве я собачья голова в Иудее? Неужели отныне буду я делать добро дому Шаула, отца твоего, братьям его и друзьям его? Я не предал тебя в руки Давида, а ты упрекаешь меня в грехе из-за этой женщины? Пусть так накажет Бог Авнира и еще усилит наказание, если я не сделаю того, о чем клялся Господь Давиду, отнять царство у дома Шаула и утвердить престол Давида в Исраэле от Дана и до Бейршевы. И не мог больше Ишбошет ответить ни слова Авниру, так как боялся его. Там же 3, 7, 9. Итак, как мы видим, Авнир в ответ на обвинение Ивасфея приходит в ярость и действительно грозит сбросить его с престола, однако не для того, чтобы усесться на него самому, а возвести на него Давида. Согласитесь, это весьма странная логика для человека, который завладел наложницей царя для того, чтобы заявить о себе, как и его правоприемники. Между тем, сам эмоциональный накал разговора между Ивасфеем и Авениром наводит на мысль о том, что последним при женитьбе на Рицпе двигали совершенно иные мотивы. Следует учесть, что в слово «наложница» у евреев вкладывалось несколько иное содержание, чем у других восточных народов. Крайне редко наложница была рабыней. Чаще это была свободная женщина, которая сошлась с женатым мужчиной, но при этом, хотя многоженство у евреев и разрешалось, тот не сочетался с ней законным браком, не обвенчался, кавычки, по закону Моисея и Израиля, кавычки. Таким образом, наложница у евреев и в те времена и позже была чем-то вроде узаконенной любовницы, гражданской жены, при наличии другой, законной жены перед Богом. Как и жена, наложница обязана была хранить верность своему мужу. Как и жена, наложница отнюдь не была целыми днями заперта в гареме, а часто сидела рядом или неподалеку от мужа на пирах. Будучи главнокомандующим армией и близким другом Саула, Авинер, безусловно, хорошо знал Рицпу и, видимо, давно тайно любил ее. И то, что Иевосфей поставил ему в вину его желание соединиться наконец с любимой женщиной и вывела Авинера из равновесия. В словах Иевосфея он услышал в первую очередь черную неблагодарность в ответ за все, что он сделал для него и для его семьи. Ведь именно Авинер возвел его на трон. Именно Авинер объянил вокруг него одиннадцать колен, по сути дела, переиграв в развернувшейся битве за власть Давида. И вот сейчас это ничтожество Иевосфей отказывает ему в праве на простое человеческое счастье, указывает на его место слуги, требует, чтобы он беспрекословно придерживался установленных границ, подобно тому, как пес должен есть только под столом, а ни в коем случае не на скамье рядом с хозяевами. Согласитесь, что после этого Авинеру было из-за чего вспылить и начать мстить Иевосфею. Но дело было, безусловно, не только в этом. Всю свою жизнь Авинер посвятил служению царю, но служил он Саулу именно потому, что был убежден в том, что сам Бог выбрал его для того, чтобы защитить еврейский народ и обеспечить его будущее. И Саул с его умом, мужеством и прозорливостью лишь укреплял эту его веру. Да, он допускал ошибки. Да, у него были приступы ипохондрии и паранойи. Но сомневаться в том, что Саул — великий правитель, ему не приходилось. Иевосфей же явно не был тем человеком, который был способен помочь Израилю выбраться из сложившейся ситуации, дать еврейскому народу надежду, вдохнуть в него новые силы, помочь снова обрести уверенность в себе. С каждым днем разочарование Авинера в Иевосфее росло, и с каждым днем он все чаще думал о Давиде, укрепляясь в мысли, что все происходившее в последний период царствования Саула было не случайным, что Давид и в самом деле избранник и помазанник Божий. Не случайно во время перебранки с Иевосфеем Авинир бросает фразу о том, что он «сделает то, о чем клялся Господь Давиду». Да, со стороны могло показаться, что Авинир бросил эти слова сгоряча, что никакая сила не может заставить его примириться с Давидом. Но на самом деле слова эти, видимо, вырвавшись и в самом деле случайно, выражали то, что уже давно было у него на сердце. При этом Авинир отнюдь не собирался, возведя на трон Давида уйти в тень. Напротив, он явно видел себя рядом с молодым царем, снова стоящим во главе победоносной армии и ощущающим на своих плечах тяжкое, но сладкое бремя подлинной, а не призрачной власти. А потому брошенные Иевосфею угрозы оказываются отнюдь не пустыми. Вскоре после произошедшего между ними разговора Авинир отправляет двух самых надежных своих людей в Хеврон к Давиду. Отправляет не с письмом, а именно с устным посланием, опасаясь, что письмо могут перехватить или что Давид может использовать потом его как доказательство измены Авинира и Иевосфею, если вдруг два царя решат заключить союз друг с другом. Суть послания Авинира ясна. Он готов перейти на сторону Давида и употребить все свои связи и влияния в советах старейшин одиннадцати колен для того, чтобы собрать под его властью весь народ. В обмен Авинир рассчитывает получить достойное место при дворе Давида, но что именно это за место и все детали их будущего договора, он предлагает обсудить при личной встрече. Причем, чтобы Давид не заподозрил какого-либо подвоха, Авинир выразил готовность прийти в Хеврон, где он окажется целиком в его власти. Предложение Авинира выглядело, безусловно, крайне заманчиво. Настолько заманчиво, что Давид, помня, что Авинир был его главным противником и ненавистником при дворе Саула, просто обязан был проверить, не таит ли оно в себе некую хитроумную ловушку. Давиду нужны были доказательства честности и серьезности намерений нового союзника, а потому он заявил, что готов встретиться с ним лишь после того, как Авинир выполнит одно «проверочное» условие. И сказал Давид, «Хорошо, я заключу с тобой союз, только одной вещи потребую я от тебя. Ты не увидишь лица моего, если не приведешь Михаль, дочь Саула, когда, когда придешь увидеться со мною». Там же 3.13. Смысл этого требования Давида ясен. Михаль Мелхала была нужна ему как подтверждение его родственной связи с Саулом, того, что он является не бывшим, а именно что не наесть живым и настоящим зятем покойного царя, а потому имеет право претендовать на престол. Но для этого Мелхала, разведенная с Давидом по повелению Саула, не должна была быть выкрадена или доставлена в Хеврон каким-либо другим сомнительным путем. Нет, она должна была вернуться к нему как законная жена на совершенно законных основаниях. А потому Давид направил Иевосфею официальное посольство с требованием вернуть ему Мелхалу. Задача же Авениру вменялась убедить Иевосфея выполнить это требование, хотя последний не мог не понимать, что оно означает и к каким последствиям может привести. Трудно сказать, каким доводом прибег Авенир, чтобы добиться поставленной ему Давидом задачи. Не исключено, что он стал внушать Иевосфею идею о заключении мира с Давидом и возрождении единого еврейского государства на основе Дуумвирата, совместного правления двух царей, а возможно и в самом деле искренне верил в необходимость и полезность такого шага, хотя бы в качестве временной меры. Но результат известен. Иевосфей принял это требование Давида, причем доставить к нему Мелхалу он поручил Авениру, которому таким образом не надо было устраивать свою встречу с Давидом тайно. Он явился в Хеврон как личный посланник Иевосфея, прибывший с официальной миссией. Как же упоминалось выше, Саул, приравняв Давида к мертвому и объявив дочь вдовою, отдал ее замуж за некоего Фалтия, Палтиэля, сына Лаиша. Еврейский закон гласит, что если женщина, бывшая в браке с одним мужчиной, после развода принадлежала другому мужчине, она уже не может и не имеет права принадлежать первому. Так как Давид принял назад Мелхалу, то комментаторы, не допускающие и мысли, что он мог приступить через этот закон, утверждают, что брак Фалтия с Мелхалой был формальным, между ними не было интимных отношений. Медраж добавляет, что, ложа с Мелхалой в постель, Фалтий клал между ней и собой меч. Но отчего же тогда Фалтий плакал, когда от него уводили Мелхалу, и почему, продолжая рыдать, бежал за ней, пока Авенир не прогнал его? С иронической усмешкой спрашивают те, кто не верит в эту несколько наивную версию. Да потому, отвечают комментаторы, что Фалтий по-настоящему полюбил Мелхалу, но, полюбив, он к ней и не притронулся. Однако сторонники версии, по которой Мелхала была вполне реальной, а не фиктивной женой Палтия, в качестве контрдовода напоминают, что дочь Саула была нужна Давиду не как жена, а именно как некий символ. Не случайно свое требование к Ейвосфею вернуть ему Михаль Мелхалу. Давид подкрепляет напоминанием, что в свое время он уплатил за нее полную цену, потребованную Саулом. Потому-то, по версии скептиков в кавычках, обрисовываемая всего тремя короткими предложениями, сцена возвращения Мелхалы к Давиду звучит столь трагично. Она возвращается от мужчины, который самозабвенно любит ее, к нелюбящему и никогда нелюбившему. Возвращается, чтобы стать до конца жизни затворницей и отвергнутой женой, чтобы до конца испить ту горькую чашу, которая, увы, и до нее, и после нее была суждена многим отвергнутым мужьями царицам. А Венир же, явившись с Мелхалой в Хеврон, встречается с глазу на глаз с Давидом и сразу после этого разговора начинает стремительно действовать. Цитата «И был у Авнера такой разговор со старейшинами Исраэля. И вчера и третьего дня вы хотели, чтобы Давид был царем над вами. А теперь действуйте, ибо Господь сказал Давиду так «Рукою Давида, раба моего, я спасу народ мой Исраэль от руки филистимлен и от руки всех врагов его». То же говорил Авнир и вслух Беньяминян. Там же 3.17.19. Будучи опытным дипломатом и политиком, Авенир начинает закулисные переговоры со старейшинами с напоминания о том, как они сами спорили с ним, стоит ли им поддерживать сына Ива-Сфея или пойти на поклон к Давиду в Хеврон, тем более, что в народе многие предпочитали видеть царем именно Давида. И вот сейчас переходил Авенир к делу. Он вынужден признать, что они в своей мудрости были правы, а он заплуждался. Ива-Сфей не способен царствовать, он не в состоянии решить ни одной проблемы, стоящей перед народом, в то время как Давид это и в самом деле избранник Божий, великий воитель, который принесет евреям мир и процветание. Таким образом, Авенир представлял необходимость провозгласить Давида царем всего Израиля отнюдь не как следствие своей ссоры с Ива-Сфеем, а как возвращение к давнему решению самих старейшин, всю правильность которого он осознал только сейчас. Особенно большие усилия для того, чтобы убедить поддержать затеянный им переворот, Авенир прилагал на переговорок со старейшинами колено Вениамина. Ведь низложение Ива-Сфея, бывшего плотью от плотьи этого колена, означало для них утрату многих привилегий, и значительная часть старейшин активно настаивала на том, что Ива-Сфей должен оставаться царем. Разумеется, члены советов старейшин были не настолько глупы, чтобы поддаться на лесть Авенира и просто без всяких оговорок принять его предложение. Судя по всему, тайные переговоры между ними и Авениром шли долго. Главы колен обуславливали свое согласие провозгласить Давида царем целым рядом условий, главное из которых заключалось в том, что воцарение Давида отнюдь не будет означать, что его колено, колено Иуды, правит другими коленами. Все колена будут признаваться равными, платить одни и те же налоги и в равной степени, без всяких привилегий, разделять свои обязанности по отношению к государству. Колено Вениамина в качестве гарантии выполнения этих условий потребовало так же, чтобы столица будущего единого царства располагалась не в иудейском Хевроне, а размещалась бы на его территории, неважно, будет ли это Гива, бывшая столица Саула, или какой-то другой город. Все эти требования были самым подробным образом переданы Авенирам Давиду. Цитата. «И пошел Авнер в Хеврон, чтобы пересказать также Давиду все, чего желает Исраэль и весь дом Беньямина». Там же 3.19. Когда наконец согласие старейшин всех колен на осуществление плана Авенира было получено, он явился в Хеврон вместе с двадцатью своими единомышленниками, и в честь их прихода Давид устроил роскошный пир. Нет почти никаких сомнений, что пир этот венчал завершение переговоров и достижение некоего устного соглашения. Однако, чем объясняется то, что с Авениром было именно двадцать человек, кто были эти люди и какие колена они представляли, текст Библии Танаха умалчивает, и даже самые осведомленные комментаторы в ответ на этот вопрос лишь, что называется, разводят руками. Между тем ясно, что переговоры за пиршественным столом завершили с полным согласием сторон. Цитата «Поднимусь я и пойду и соберу к господину моему царю всех израильтян, и они заключат с тобой союз, и будешь ты царствовать по воле души твоей». Там же 3.21 говорит Авенир в заключении пира, впервые называя Давида царем и господином. Пришло время объявлять общий съезд советов старейшин в Хевроне и торжественно провозглашать Давида царем. План Авенира вступал в свою последнюю решительную стадию, и, чрезвычайно довольный собой, преисполненный надежд, он покинул Хеврон. Продолжение следует... Продолжение следует...